На действия частного судебного исполнителя пожаловалась жительница Актау. В редакцию нашего телеканала женщине пришлось обратиться из-за того, что судоисполнители не объясняют причин вмешательства третьей стороны финансового спора. Дело в том, что сумма, взыскиваемая с ее семьи в счет задолженности, до сих пор перечисляется третьему лицу. А именно компания, не указанная в определении суда. Чем это может грозить, разбирался наш корреспондент. Вот видите, у нее номер винта культа, она была 19-й. История берет начало в 2020 году, когда ИП Калинин задолжал ТО «Намат-Т» сумму в размере 2 миллионов тенге, поскольку не смог выполнить обязательства по договору. Специализированный экономический суд вынес определение о принудительном взыскании задолженности с ответчика. Материалы поступили в производство частного судебного исполнителя Аскарбека Исенкулова. Вплоть до августа 2021 года сумма долга удерживалась с заработной платой ответчика. Затем судоисполнитель, по словам должника, не уведомив его, стал перечислять задолженность в пользу ТО «Алитекс-Групп», что и стало основанием претензий. Возмущение вызвало и то, что ЧСИ удержал оплату своих услуг, не дожидаясь окончания производства. «Господин Исенкулов нас никаким образом не уведомил. Он просто выслал письмо, скажем так, в компанию должника моего супруга, где он просит деньги перечислять не согласно решению суда исполнительного листа, а согласно его заявлению. Сейчас на данный момент частного судебного исполнителя наказали в виде строгого выговора за то, что он получил полную оплату своих услуг в размере 300 тысяч тенге, хотя он должен был получить эти деньги после того, как исполнительный лист должен был быть выполнен полностью». В региональной палате частных судебных исполнителей подтвердили, что данные нарушения имели место быть. По словам заместителю руководителя палаты, в настоящее время принимаются меры для их устранения. Жалоба законного представителя должника принята. В этой связи направлено письмо частному судебному исполнителю о возврате средств, перечисленных в пользу ТО «Алитекс Групп». В настоящее время вопрос на рассмотрение ЧСИ. В целом я считаю, что сейчас исполнительное производство идет должным образом. При этом не нарушаются законные интересы ни должника, ни взыскателя. Выявленные нарушения будут устранены. Мухаммед Алиабишев заверил, что причин для беспокойств у должника нет, поскольку учредителем обеих компаний, куда в разное время перечислялись средства в счет погашения долга, является один и тот же человек. Помимо прочего, недовольство должника вызвало то, что исполнительный лист направили не по месту жительства, а к судоисполнителям Жанаузена. Заместитель руководителя палаты пояснил, что это соответствует нормам законодательства. Материалы распределяются по автоматизированной информационной системе. В региональной палате добавили, что в случае невозврата средств, должник вправе обратиться в суд. Ярдовскую жантуалы, Надежан Спандиар, Ролан Аметалы, Дидар.